Политича, США, насмехаясь над Трампом, Путин говорит, что Саудовской Аравии надо купить комплексы ПВО из РФ. Дэвид Гершенгорн. Политича, США. 17 сентября 2019 года. Президент России Владимир Путин в понедельник предложил помочь Саудовской Аравии защитить свой народ и нефтяную инфраструктуру, продав Королевству Зенит на ракетные комплексы российского производства. С этим комментарием Путин выступил на совместной пресс-конференции с иранским президентом Хасаном Рухани и президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом. Сделал он это после того, как американские официальные лица заявили, что к атаке на два важных нефтеперерабатывающих завода, совершенный в выходные дни, может быть причастен Иран. Тегеран эти обвинения отрицает. Американский президент Дональд Трамп в ответ объявил, что его страна находится в полной боевой готовности. Понятно, что высказывание российского президента было в первую очередь адресовано Вашингтону, а не Эр-Риаду. Иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариев был явно доволен издевкой над задиристым американским президентом. Во время выступления Путин он от души смеялся, а глаза его хитро блестели. «Мы готовы оказать соответствующую помощь Саудовской Аравии. Для защиты ее народа», — заявил Путин на пресс-конференции, состоявшейся после очередной встречи руководителей России, Ирана и Турции. Эта встреча, прошедшая в рамках дипломатического астанинского процесса, была нацелена на достижение мирного урегулирования в Сирии. Политическому руководству Саудовской Аравии достаточно принять мудрое и государственное решение так, как это сделали в свое время руководители Ирана, закупив С-300. Итак, как сделал президент Эрдоган, закупив у России новейшие комплексы ПВО С-400 «Триумф», — продолжил Путин. «Такого рода системы способны защитить любую инфраструктуру в Саудовской Аравии от любого нападения». Это был мастерский троллинг даже по меркам Путина, который хорошо известен насмешками над своими противниками. Соединенные Штаты долгое время выступали против поставок комплексов С-300 в Иран. Россия почти 10 лет отказывалась от поставок, несмотря на заключенные в 2007 году соглашения. Сначала она уступала давлению США и Израиля, а потом выполняла требования санкций ООН, введенных из иранской ядерной программы. Но в 2016 году поставка этих зенитно-ракетных систем все-таки состоялась. Произошло это после подписания ядерного соглашения, известного под названием «Совместный всеобъемлющий план действий» — СВПД, из которого Трамп в прошлом году вышел в одностороннем порядке. Точно так же Вашингтон громко жаловался на члена НАТО Турцию, решившую купить более современную систему С-400, и даже грозил ей суровым наказанием. Администрация Трампа призывала Эрдогана вместо С-400 закупить комплексы «Патриот» производства американской оборонной компании «Рейтион». Однако Турция все равно приобрела российские комплексы, и администрация Трампа в ответ исключила ее из своего проекта по созданию истребителя F-35. Но теперь Трампу предлагают наказать Турцию еще суровее. В частности, Комитет Палаты представителей по иностранным делам в прошлом месяце потребовал от Белого дома введения санкций. Саудовская Аравия является одним из крупнейших покупателей оружия и боевой техники американского производства, и Трамп неоднократно хвастался тем, как он содействует заключению крупных сделок с Эрридом. Он даже наложил вето на действия американского Конгресса, когда тот попытался заблокировать поставки оружия Саудовской Аравии в качестве наказания за убийство обозревателя Вашингтон-Пост Джамаля Хашоги. После двусторонней встречи с Рухани, состоявшейся в понедельник, Путин подчеркнул, что Россия продолжает поддерживать СВПД, несмотря на решение Трампа о выходе из него. Кроме того, лидеры Ирана и России рассказали об успешных действиях по развитию экономических связей. Россия занимает третье место в мире по добыче нефти после США и Саудовской Аравии, и поэтому ей выгодны любые перебои на нефтепромыслах Королевства, а также скачок мировых цен на нефть, произошедший после атак. Но эти нападения и реакции Трампа также дают Путину возможность наглядно продемонстрировать, как ослабевает влияние Вашингтона на Ближнем Востоке и в какой изоляции оказался Трамп в вопросе иранской ядерной сделки. ЕС, а также европейские гаранты СВПД Франция, Германия и Британия твердо намерены исполнять этот план, несмотря на действия Трампа. Критики Трампа заявляют, что он виноват в напряженности, приведшей к нападениям в Саудовской Аравии, потому что вышел из ядерной сделки. Тем не менее, Трамп уже давно настаивает на том, что СВПД, переговоры по которому вел бывший президент Барак Обама, не решил проблему Ирана как ключевого инициатора региональных военных конфликтов и как сторонника терроризма. Французский президент Эммануэль Макрон работает над организацией встречи между Трампом и Рухани в попытке снизить напряженность и уменьшить риск возникновения войны. Трамп говорил, что готов к переговорам, однако Тегеран сейчас исключает возможность проведения такой встречи на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая состоится на будущей неделе в Нью-Йорке. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.